Всем привет! Это специальная рубрика для моего телеграм-канала Aliko, которая называется Aliko in my bag. Сегодня у меня в гостях Мия Бойко. Мия, что у тебя в сумке? Всем привет! Меня зовут Мия Бойко и сегодня я для рубрики Aliko in my bag покажу, что в моей сумке. Это не совсем сумка, это пакет из магазина КМ-20. Это магазин, в котором все периодически закупаются красивой одеждой. Но я хожу не с сумкой, а именно с пакетом, потому что вообще я езжу на машине и тут у меня в пакете, кстати говоря, есть ключи от машины. И я могу назвать больше машину своей большой сумкой и своим вторым домом, потому что у меня график очень плотный. Если постоянно заезжать домой за одеждой, то это будет неудобно и ничего я в итоге не успею. Что же у меня в этом пакете? Конечно же, у меня здесь загранпаспорт, потому что я всегда в любой момент готова умотать куда-нибудь, если меня позовут друзья, либо если у меня случится такой вайп, такое настроение, улететь куда-нибудь, я всегда могу взять паспорт и улететь. Это все, кто видит, не понимает, что это такое, но это игрушки антистресс. Я планировала их продавать какое-то время назад и планировала их рекламировать в тиктоке, но тикток накрылся, хотя в моей голове и по планам моим они должны были стать такими же популярными, как поп-иты в свое время, но в общем нереализованная мечта со мной тоже ездит просто периодически, когда мне нечего делать, можно вот так вот, типа вот так вот. На самом деле, честно говоря, это странная история, мне кажется, поп-иты были поинтереснее, поэтому может и хорошо, что я не стала этим заниматься. У меня есть блокнот, в который я всегда записываю свои мысли, идеи для новых треков, какие-то прикольные новые словечки, которые мне попадаются, потому что я убеждена в том, что основа любого хита это какое-то крутое слово либо словосочетание и желательно, чтобы оно было еще не использовано кем-то до, потому что если люди слышат уже в песне что-то, что они слышали в каком-то другом хите, им не так интересно, не так цепляет, потому что это суперзнакомо. А когда тебе удается придумать какую-то такую фразу либо услышать где-то и использовать ее в песне, которая вроде всем знакома, как у Джарахова, я в моменте, но никто этого ни разу не использовал, то происходит вот этот бум. Поэтому, чтобы не забыть, чтобы всегда оставаться в ресурсе, я записываю в этот блокнот все, все свои идеи, слова, какие-то рифмы и потом из них складываю песни. Дальше у меня идет антисептик для рук. Вообще я, честно говоря, после того, как переболела короной два раза, начала активно пользоваться антисептиками. У меня есть такая штучка, она со мной ездит, это такое масло для кутикулы. Ну, я эту тему использую, когда на маникюр схожу, потом мне дарят эти штучки, у меня их очень много уже, честно говоря, набралось, могу поделиться. Я вожу с собой крем, на самом деле это не мой любимый крем, но сейчас он оказался у меня в машине для рук. Страдает кожа от холода и от мороза, и поэтому нужно постоянно ее питать и увлажнять, поэтому со мной всегда ездит крем. Наушники AirPods для того, чтобы я могла слушать либо аудиокниги, когда я нахожусь где-то в людном месте, и также я часто в наушниках провожу зумы, чтобы тоже люди, которые вокруг меня сидят со мной либо в одной гримерке, это артисты, либо просто где-то в кафешке обычные люди, чтобы никого не отвлекать и своим шумом не создавать лишнего внимания к себе. Поэтому я в наушниках постоянно, в самолете, везде, в общем, без них никуда. Есть предубеждение о качестве вещей отечественных дизайнеров. Почему так получается, что некоторые бренды не задумываются над такой важной деталью, как качество? Из чего складывается цена худи и, главное, стоят ли они своих денег? Для этого я отобрал для вас четыре худи, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания. Не хотим как-то сильно ругать бренды. Плохо все. Вообще нормально, что катышки появляются? После второй стирки не отвалилась буква и спасибо в целом. Если мы говорим про все-таки уровень, то это не уровень. Лучшее, что есть в этом изделии, это его принт. Черная футболка превращается в белую. Тебе кажется, это премиум? Строчка не очень прямая. И почему он столько стоит? Очень большая проблема в индустрии в том, что нет специалистов. Это называется сорсеры. Педро, мне нужен лучший хлопок. Нам вообще не нужны нахрен. А со своими тремя единицами до свидания. Мы сможем стать лучшими. Беремся за руки. Ну, еще у меня есть духи. Пахнут они вкусно тоже. Мои любимые духи я забыла дома и, честно говоря, как будто бы их потеряла даже. Я их покупала в Дубае недавно. Они суперские. Ну, наверное, не стоит о них говорить, потому что я даже название сейчас не вспомню. Ну, просто они у меня есть. Ну, вот еще одни. Я считаю, что запах вообще много о человеке говорит. И не знаю, можно ли так делать у вас на канале. Но если... Напишите, короче, в комментариях, как вы считаете? От человека должно пахнуть одним каким-то запахом, чтобы все его ассоциировали с этим запахом. Либо он может постоянно разными духами пользоваться. Просто лично мне кажется прикольно, когда человек ассоциируется с каким-то одним запахом. Вот у меня есть несколько знакомых друзей, подружек. И когда я где-то, находясь в другой стране, слышу определенный запах, у меня вот так вот всплывает этот человек. Не знаю, мне кажется, это прикольная тема. Но напишите в комментариях, как считаете вы. Ну, и последнее. Это украшение. Оно очень объемное. Сидит, улыбается. Это, короче, моя стилистка. Анютка Сатинка, ей 19, да, тебе? 18. А, мамочки, ей 18 лет. Она еще совсем малышка, но она меня круто одевает. И об этом многие говорят. В общем, такое вот объемное украшение мне подарила. Я пока не понимаю, с чем его надеть, но я думаю, что она это мне подскажет. И все грамотно сделает. Вот, посмотрим, что еще. А, а вот и ничего. Поэтому больше я ваше время не буду задерживать. Такая у меня сегодня сумка, наверное, единственная из тех, кто приходил в эту рубрику. Хожу с пакетом. Мия, что для тебя важно в образе? Для меня на самом деле важно в образе, это чтобы то, что нужно, чтобы было подчеркнуто, было подчеркнуто. То, что не нужно, какие-то там определенные, может быть, недостатки фигуры, чтобы они были не подчеркнуты. И, наверное, какая-то уникальность, потому что я знаю много знакомых у меня, есть артистов, которые полностью тотал в бренды, логомания, но это выглядит дешево. Вот. Не важен, наверное, бренд, хотя зачастую бренды супердорогие, они делают очень качественно, классно, но есть и бренды, которые сейчас в России создаются новые, и они тоже делают крутые вещи. И я такие ношу в целом. Скажи мне, пожалуйста, какая твоя любимая вещь в гардеробе? Блин, в последнее время моя любимая вещь в гардеробе – это вот эти кроссовки, мне уже стыдно у них появляться, потому что я в них каждый день везде хожу. Они суперудобные, и я уже хочу приобрести там новые коллекции, смотрю, где их можно взять. Мне вот их посоветовали мои стилисты на тот момент, и я в них постоянно, каждый день хожу. Они суперудобные. Назови три своих самых любимых бренда. На данный момент, а это может меняться со временем, у меня так часто происходит, но на данный момент это Balenciaga, Atalinger и Y-Project. Всем спасибо, с вами была Мия Бойко, и сегодня я снималась для рубрики Aliko in my bag. Друзья, спасибо, что досмотрели выпуск Aliko in my bag до конца, а для тех, кто хочет посмотреть все выпуски и всех героев, которые участвовали в рубрике, вам нужно зайти в мой Телеграм по хэштегу Aliko in my bag и нажать стрелочку вверх. Вот и все. Наслаждайтесь новыми выпусками и следите за каналом. Спасибо, что подписались. Я надеюсь, что вы уже это сделали. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok